Диски и новости. Поехали! Медведев, занимавший пост премьера с 2012 по 2020 год, подвел итоги своего премьерства. Он заявил, что в целом доволен тем, как правительство работало под его началом. Прям скажу, я в целом доволен, как шли дела. Всегда действовали в интересах людей. И нам многое удалось, заявил Медведев, подчеркнув, что это была сложная работа, связанная с принятием трудных решений. Димон, конечно, от скромности не умрет. Слушайте, а ребята, оказывается, работали, пахали, а я только сегодня узнал. Легко подводить итоги, которых нет. Вот если бы сказал, я наконец-то перестал гонять в айпаде свиней, так как прошел последний уровень в Angry Birds, звучало бы куда серьезнее. В эти успешные итоги я бы поверил. Сложная работа, связанная с приятием трудных решений. То есть ничего не решать в 8 лет, это и есть сложная работа. Но он прям как пожарный из анекдота. Работа, конечно, хорошая, нравится, но как пожар, хоть увольняйся. Да и не думал, что обогащение своих друзей это в интересах народа. Это не итоги, а какая-то чушь, муть и компот. Но впервые в жизни Димон сделал что-то полезное. Ушел в отставку. Хотя и то сделали за него. Глава Чуваший Михаил Игнатьев призвал мочить критикующих власть журналистов. Рея новости. Глава региона призвал обратить особое внимание на тех, кто ни одной статьи не написал о человеке труда, вкладывая добрую душу и сердце. С утра до вечера критикуют всю ночь не спят. Критикуют. Сидят на заказах. На берегу договариваются. Посетвал Игнатьев. Нужно четко обозначить. Надо их мочить. Как в народе говорят. Надо мочить. Рассказывать, откуда они приехали, с какими помыслами, где живут, где трудятся, на чем зарабатывают. Они родились на нашей земле, а пишут, как хорошо в Европе, как хорошо в Америке. Подчеркнул он. Еще один дон Мочило объявился. А так согласен. Надо как чинуши проживать в Европе и США. Покупать там недвижимость, виллы, яхты. При этом не забывать, как они называют эти страны загнивающими и хвалить жизнь в России. Таков путь патриота. Слушайте, так-то я тоже терпеть не могу пропагандистские и либеральные СМИ. Но что значит мочить? Он вообще в своем уме? Если тебе колхознику не нравятся журналисты, то подавай на них в суд за клевету и за фейки. Вы, господин губернатор, не боитесь, что мочить кто-то воспримет как руководство к действию? Или вообще в башке сплошной туман? Призыв главы Чувашии Михаила Игнатьева мочить журналистов за критику власти означал просьбу раскрывать их подноготную, объяснили РИА Новости в его пресс-службе. Что касается слова мочить, то в данном случае оно несло контекст раскрывать подноготную, писать о заказчиках и целях этой информационной войны, о тех, кто за деньги и по заказу пишет неправду или передергивает факты. И в речи Игнатьева это четко прослеживается. А заявили в пресс-службе главы Чувашии. Когда Игнатьева не спасла даже пресс-служба, когда его раскритиковали даже в Единой России, главе Чувашии пришлось извиниться перед журналистами. Думал заявят, что вырвали из контекста. Не угадал. Оправдание оказалось еще дебильнее. Самое тупое оправдание, которое только можно было придумать. Да, пресс-служба, как и хозяин, ни ума, ни фантазии. Обычно бывает наоборот. А тут бинго! Оказывается, призыв мочить, кого бы то ни было, можно объяснить. Может, я что-то пропустил. Как давно в народе мочить означает раскрыть подноготную? Попробуйте написать подобное про депутатов. Сразу на нары отправитесь. И причем суд не примет доводов, что вы имели в виду раскрыть подноготную депутатов. Толковы слова Регнатьева. Мочить. Раскрывать подноготную. Мочилова. Массовое раскрытие подноготную. Доча, иди полы помой. Только не забудь раскрыть подноготную половой тряпки в ведре с водой. Дальше. Путин отправит чайку на Северокавказ. Время новости, экс-генпрокурор России Юрий Чайко получил предложение стать полпредом президента в Северокавказском федеральном округе. Как передает ТАСС, в ходе встречи с Чайкой Путин отметил, что работа с КФО потребует решения многих вопросов в области борьбы с коррупцией, а также в социальной сфере. Ранее сообщалось, что Путин отправил генпрокурора Юру Чайко в отставку. Глава государства предложил назначить на эту должность замглавы Следственного комитета Игоря Краснова. Совет Федерации рассмотрит его кандидатуры и решит, утверждать его или нет. Чайки эмигрируют на Кавказ. В теплые края. Мусорные короли СКФО в панике. Если Юрий полпред, то Игорь полный пред. Чайка борьба с коррупцией. Я под столом. Таким же успехом его сына можно было бы назначить министром спорта. Да, как же эти старперы легко новую работу находят. А вы говорите предпенсионерам трудно найти работу. Ссылка на Кавказ. Не те нынче Лермонтовы пошли. Не дай бог еще стихи писать начнет. Ну и нафига он нам нужен тут на Кавказе? У нас своих чай хватает. Оставьте его себе, господин президент. Пусть будет талисманом, как и Медведев. Сделайте его заместителем заместителя Совета Безопасности. Или назначьте послом в Тунисе. А почему в Тунис? Ну а куда же его? Да и куда старого полпреда денете? Такими темпами скоро и им новые должности придумывать начнут. Новые федеральные округа, новые области. Ведь на пенсию из них никто не собирается. Их, послушаешь так, обрекли себя на пожизненные каторжные труды в правительстве ради народа. По поводу Краснова пока ничего сказать не могу. Главное, Краснов слишком молод, чтобы его дети захотели делать бизнес на мусорных свалках. Совет Федерации решит, утверждать его или нет. Ух, даже боюсь представить, какие же горячие дебаты будут в Совете Федерации. Могут и не пропустить, они же у нас такие принципиальные. Свою точку зрения отстаивают до конца. Вот. Обнародована семейная декларация Мишустина за 5 лет. Доходы публикуются со ссылкой на данные ФНС. В 2014 году доход Мишустина составил 23 миллиона 200 тысяч рублей. Его жены 160 миллионов 100 тысяч рублей. В 2015 году 19 миллионов 500 тысяч рублей. Жены 80 миллионов 900 тысяч рублей. В 2016 году 18 миллионов 900 тысяч рублей. Жены 77 миллионов 300 тысяч рублей. В 2017 году 19 миллионов 300 тысяч рублей. Его жены 68 миллионов 500 тысяч рублей. В 2018 году 19 миллионов рублей, а его жены 47 миллионов 700 тысяч рублей. Доходы семьи Мишустина в основном складываются из прибыли от инвестирования, заработанного еще в период, когда он занимался бизнесом. А вы заметили, ну, судя по декларации, доходы семьи Мишустина падают пять лет подряд, как и у всех у нас? Сечете? Премьер от народа! Премьер с народом! Премьер разделил участь падения доходов вместе с нами. Да, инвестиции, интересно. А нельзя ли наши пенсии также охраненно вложить и приумножить? Или, может, он подскажет, куда вкладывать? Так, главное не бухтеть. Он сейчас сто пудов бюджетные деньги правильно вложит, и все, будем жить, как арабские шейхи. Так-то жена более толковая в экономике и бизнесе, чем муж. Может, ее надо было в премьеры? У них у всех жены эффективные менеджеры, пока мужья при должностях. А как должность потеряют, так эффективность куда-то сдувается. Чисто российское явление. Вон темнейший развелся и до сих пор имеет только Ниву, Волгу и прицеп Стив. А был бы женат, ух, миллиардами зарабатывал. Из-за увеличения пенсионного возраста 800 тысяч россиян не выйдут на пенсию в этом году. Уорья новости. В 2020 году отложится выход на пенсию 800 тысяч человек, заявил глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов. При этом за счет многодетных матерей станет больше тех, кто уйдет на пенсию досрочно. С 2021 года в 56 лет начнут выходить на пенсию женщины, родившие и воспитавшие четырех или более детей. Напомнил Дроздов. Оптимизация пенсионеров. Надо до 80 поднять, чтобы уж наверняка. Да и вообще, нужно рассмотреть законопроект в Госдуме о замене пенсии на почетные грамоты. Причем за счет пенсионеров. Я не понял, он что, троллит граждан? Меня не покидает мысль, что он это заявил с радостью. Как будто немцев победил в 45-м. Пенсионеры капитулировали. В ПФР поди торжественный корпоратив намечается на 800 тысяч на радостях. А утешительный приз, проигравший в стране, бронирование номеров класса люкс в раю. Чего же вам еще надо? Так, ладно, хватит на сегодня с домашних новостей. Отправляемся за бугор, так сказать, за бугровости, так сказать, чужие странности. Поехали. Ученые Ельского университета США разгадали тайну исчезновения динозавров. Оказывается, их уничтожил астероид. Надо же, а я из-за своего невежества думал, что это был астероид. А это, оказывается, астероид. А еще я думал, что их всех сожрали древние протоукры. Не, прикиньте, много лет уже говорят, что причина вымирания динозавров – астероид. И тут вдруг переломная новость, что причина вымирания – астероид. А не там ученые из Ельского университета все эстонские эмигранты, что ли? А что по этому поводу скажет шумерский историк Бебик, свидетель гибели динозавров? Эстонская молодежь пожаловывает, что голосовой помощник Сирии, американской компании Apple, в ответ на запрос проиграть национальный гимн Эстонии, воспроизводит гимн СССР. Это просто эстонская Сирия. Она еще не знает, что Советский Союз развалился. По ее данным, сейчас идет Олимпиада 80 в Москве. Сейчас, через 10 лет вернется с Олимпиады и решит этот вопрос. Прибалты, а откуда вы знаете, как звучит гимн СССР? Я вот, например, не знаю, как звучит гимн Эстонии. Мне вообще пофиг. Че, ностальгируете, да? Скажите спасибо, что Сирия не врубила гимн «Боже, царях ради». Председатель Всеукраинской общественной организации «Украина» в НАТО Юрий Романюк заявил, что у России нет надводного флота. А говорить о том, что Черноварский флот представляется какой-то угрозой в регионе, это просто какая-то гипербола. А в России вообще нет надводного флота, заявил Романюк. Он добавил, что российский флот в плачевном состоянии. Ну, конечно, в плачевном. Вон, как адмирогуль плачет. И это говорит хлопец, чья единственная подводная лодка намертво приварена к пирсу. А не тонет она, потому что ее засрали птицы. А самый большой корабль на ходу Яны Капу, так вообще без главного боевого элемента. Он и таза. А еще чуть не забыл про сто пятьсот адмиралов на три катера. То есть шумеры под Керчью сначала шуганутые драпали от несуществующего российского флота, а потом сдались ему. Причем там даже не ВМФ был, а так береговая охрана. Вот так вот. Почти весь флот шумерий тогда береговая охрана взяла в плен. Глухой житель США подал в суд на Барнхаб из-за отсутствия субтитров во многих видео. По мнению мужчины, такая политика сайта ущемляет его права и идет в разрез с федеральным законом страны. Мужчина объяснил, что пользуется премиум аккаунтом на сайте и не может понять диалоги во многих видео, так как в роликах нет субтитров. Мужик, а что ты там без субтитров не понял, хотелось бы знать? Что ты собираешься там услышать? Цитаты великих людей? Или может он хочет понять, поженятся в конце фильма или нет? Хотя он может политически подкован и думает, что в фильме тетка с мужиком активно обсуждают ядерную программу Ирана, а он остается в диких непонятках. Ну тогда ему еще сурдопереводчик в углу нужен, чтобы наверняка. The Wall Street Journal, госдеп США заявил, что Вашингтон не намерен обсуждать с Раком вывод американских войск с территорий этой страны. Более того, в Госдепе и Конгрессе США пригрозили лишить Ирак доступа к нефтяным деньгам в Федеральном резервном банке Нью-Йорка, если американские войска выведут из страны. Такое предупреждение получил премьер-министр Ирака Абдель Абдаль Махди. Освободители мирового масштаба, у которых в заложниках все освобожденные им страны. Святые люди. Да и пока химическое оружие не найдут в Ираке, домой не вернутся. Зря, что ли, Павел пробиркой тряс. Когда шевелюрный Зелебобу шантажировал с расследованием по Байденам, то это импичмент. А когда целый Госдеп с Конгрессом занимаются шантажом целой страны, это нормально. Но да, просто у Ирака нет компромата ни на Трампа, ни на Байдена. Какая печаль. Как ни странно, больше всех в этой истории повезло шумерам. У них нет денег в пиндосбанках. Ни в каких нет. Если США не стесняются воровать сирийскую нефть, то с чего бы они застеснялись украсть деньги Ирака, которые лежат в их банках? Это даже проще.